Возле самолета ждала полиция, звезда «Квартала 95» устроила скандал во время перелета. Анна Соливанчук, звезда комедийного сериала «Одного разупит Полтаву» и производства студии «Квартал 95», пожаловалась на неприятную ситуацию, которая случилась с ней в самолете. Об этом 36-летняя актриса рассказала в своих Instagram Stories. Анна вместе с семьей отдыхала на египетском курорте Хургада, а по возвращению домой с младшим годовалым сыном Никитой случилась неприятность. У ребенка возникли проблемы с пищеварением, он кричал. Вместе с малышом Анна была у аварийного выхода, где он успокаивался. А вот бортпроводник настаивал на том, чтобы Анна села на свое место. Никитос начал плакать и мешал, конечно же, всему самолету. «Я очень не люблю, когда дети мешают всему самолету, поэтому я пошла с ним гулять по всему самолету, чтобы его развеселить. Он остановился там, где самый широкий аварийный выход и начал ползать туда-сюда. Я спросила у людей, не мешает ли вам мой сын», – рассказывает девушка. Пассажиры ответили, что все в порядке, но мальчик начал разбрасывать пакетики, находящиеся у аварийного выхода, что вызвало возмущение бортпроводника. Скриншот видео. Сотрудник авиакомпании настаивал, чтобы Анна вместе с ребенком заняла свое место. Актриса не согласилась и обозвала бортпроводника некрасивым словом. По приземлению Анну Соливанчук ждала полиция возле самолета. В итоге правоохранители посмеялись, когда выяснили причину вызова. Штраф звезде не выписали, а бортпроводник даже не вышел, чтобы объяснить, что же произошло. Для справки. Анна Соливанчук наиболее известна по роли продавщицы Веры из комедийного сериала «Одного разу Пит Полтавую», которую в 2014 году презентовала студия «Квартал 95». Будущая актриса родилась 17 августа 1985 года в городе Шепетовка Хмельницкой области. Она замужем за продюсером Александром Башковым. Имеет сына Глеба, 2015 года рождения, а 1 сентября 2020 года Анна во второй раз стала мамой, родив мальчика, которого назвали Никитой. Ранее мы писали. Текст озвучен в Яндекс Клауд, что Анна Соливанчук пожаловалась на ужасные боли после перенесенной операции.